Сегодня мы поговорим с вами о наиболее скоростных устройствах, которые когда-либо созданы были человеком на земле. Первый из них это пилотируемый самолет X-15. Североамериканский X-15 это самолет с ракетным двигателем, эксплуатируемый ВВС и НАСА Америки в рамках экспериментальной серии самолетов. 3 октября 1967 года X-15 установил рекорд скорости для пилотируемых самолетов, достигнув скорости в 7272 километра и сохраняет это первенство до сих пор. Самолет был списан в декабре 1970 года. Советская атомная подводная лодка К-222. Единственная лодка построенная по проекту 661 Анчар. На западе называлась почему-то Папа. Первая имеющая титановый корпус. Являлась самой быстрой подводной лодкой в мире. Впервые была введена в эксплуатацию 31 декабря 1969 года и достигла рекордной скорости в 44,7 узла или 80 километров в час. Лодка была демонтирована 5 марта 2010 года. Пилотируемый космический корабль «Аполлон-10». 39 895 километров в час. «Аполлон-10» был четвертым пилотируемым кораблем в космической программе США «Аполло». Он должен был совершить испытательный полет перед запуском «Аполлона-11» и служил, собственно, генеральной репетицией перед высадкой американцев на Луну. «Аполлон-10» попал в 2002 году в Книгу рекордов Гиннеса за самую высокую скорость, достигнутую пилотированным транспортным средством во время возвращения с Луны 26 мая 1969 года. Как я уже говорил, он развил скорость в 39 895 километров в час. В следующем у нас идет экспериментальный гибридный вертолет «Винтокрыл» «Ервокоптер Х-3», созданный компанией «Ервокоптер». Основной несуществительный вертолет состоит из пяти лопастей. На концах крыльев расположены дополнительные тянущие пропеллеры. Первый полет состоялся 6 сентября 2010 года во Франции. 12 мая 2011 года «Х-3» достиг скорости 430 километров в час. А 7 июня 2013 года гибридный вертолет «Ервокоптер Х-3» совершил первую историю авиации прорыв, разогнавшись до 255 узлов, тем самым победил мировой рекорд скорости горизонтального полета. 472 километра в час. Он достиг скорости 486 километров в час. В следующем идет беспилотный самолет «ХТВ-2 «Сокол». 21245 километров в час. «Сокол» является беспилотным, экспериментальным ракетным планером. И разработан был для того, чтобы тестировать технологии, которые обеспечили бы Америке возможность поразить любую воздушно-космическую цель в мире в течение одного часа. Но неудачно, правда. Первый «ХТВ-2» совершил полет 22 апреля 2010 года, но контакт с ним был потерян на девятой минуте полета. Последующие запуски на территории Тихого окраина продолжали терпеть неудачу. Но компания продолжает работать над проектом и надеется на хороший положительный результат. Ракетный автомобиль «Траст» Является британским ракетным зверзвуковым автомобилем, разработанным Ричардом Ноблем, Глином Бауше, Роном Айрсоном и Джереми Блиссом. Этот автомобиль побил рекорд скорости 15 октября 1996 года, когда развил скорость в 1228 километров и стал первым автомобилем, который официально преодолел звуковой барьер. Вел машину военный летчик Энри Грин в пустыне Блэк-Рок в штате Невада. Далее следует американский спортивный автомобиль компания «Хеннесси». «Хеннесси Веном ЖТ» 435 километров в час. Автомобиль был показан 29 марта 2010 года и является самым быстрым серийным автомобилем в мире. Автомобиль представляет собой модификацию версии модели английской спортивной машины «Лотус». В 2013 году «Хеннесси Веном» на испытаниях развил рекордную скорость, разогнавшись до 400, как я говорил, 305 километров в час. Стремление людей передвигаться быстро приводит к тому, что появляются такие же дорожные поезда, как «Маглив». «Маглив» – поезд на магнитной подушке, который использует систему магнитной левитации. Центральная же дорожная компания Японии и ЖДНИ разработали один из последних проектов поездов на магнитной подушке в Японии – MLX-01, который разгоняется до 581 километра в час. Произошло это в декабре 2003 года. Это делает ее самым быстрым железнодорожным поездом и рельсовым транспортным средством в мире. Ну и неудивительно. Теперь переходим к воде. Лодка «Дух Австралии» 511 километров в час. Попытка установить рекорд скорости на поверхности воды является чрезвычайно опасным занятием, поскольку небольшая волна или ряб на поверхности воды может вывести лодку из-под контроля и закончиться катастрофой. Однако рекорд скорости на воде был установлен Кеном Орби 8 октября 1978 года. Его деревянная лодка приводилась в движение реактивным двигателем, использованным для истребителей. И, как я уже говорил, развела скорость 511 километров в час. И остается на вершине рейки на протяжении более 45 лет. Ну и теперь специально построенный для специальной поверхности мотоцикл ТОП-1 АТАК 634 километра в час. Этот мотоцикл был построен как специальный спортивный мотоцикл, который побил рекорд от самого быстрого мотоцикла в мире 25 сентября 2010 года. Имея двигатель 900 л.с., мотоцикл развела скорость выше упомянутой 634 километра в час. 634 километра в час.